Усадьбу Архангельская называют подмосковным Версалем. Это место с мировым именем. Его постоянно посещают и россияне, и иностранные туристы. Сегодня Архангельскому грозит постепенная распродажа земель под элитные дома или торговые центры. 16 августа участок площадью больше 20 гектаров в охранной зоне вокруг музея был продан на аукционе одному из московских застройщиков. В 20-е годы прошлого века в усадьбе разместили военный санаторий, и территория стала собственностью Министерства обороны. Но в 1996 году правительство России объявило о создании музея-заповедника Архангельская и отдало эти земли в совместное пользование военного и культурного ведомств. Министерство культуры и руководство музея считают продажу этой территории незаконной. Музей подал ходатайство в суд, чтобы продажу участка запретили. Тем не менее, торги состоялись, а суд перенесли на 9 сентября. Конфликт между двумя ведомствами разгорелся из-за несоответствия двух постановлений правительства. В 1996 году объявили о создании музея-заповедника, или же в 2001-м установили его точные границы. «Сначала было постановление о том, что музею и санаторий передаётся территорию памятника. А только потом была определена, собственно говоря, сама территория. Она и стала причиной всех последующих наших бед, трудностей и проблем». Однако Минобороны до сих пор считает эту землю своей, согласно постановлению 1996 года, где сказано лишь о совместном пользовании, а никак не о передаче музею в безраздельное владение. По мнению Галины Маланичевой, члена Совета при президенте России по культуре и искусству, главная причина распродажи земли вокруг Архангельского в том, что не ценится культурное достояние страны. «Музей-усадьб приносит огромную пользу не только культуре, воспитанию. И здесь они должны только быть вместе. Но у нас получается, что мы эти позиции выясняем сюда. И не эти позиции, а кому это, какой кусочек земли принадлежит и для чего она используется». Посетители парка также недовольны начавшейся распродажей земли вокруг Архангельского. «Поместья, которые были переданы народу, должны оставаться у народа». «Настолько это всё больно, потому что этот райский уголок должен быть для всех. Тут ни о какой приватизации речи вообще быть не может, потому что это достояние страны». Дальнейшую судьбу музея-усадьбы Архангельская будет решать арбитражный суд Москвы. Он определит, является ли продажа земли законной. НТД, Москва, Россия.